Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Сегодня действительно замечательный праздник. Сегодня мы празднуем День Пятидесятницы. И я уверен, что для тех, кто переживал его в самый первый раз, это было что-то необыкновенное. Точно так же, как праздник Рождества мы празднуем, мы празднуем праздник Пасхи. Это также такой же знаменательный день в нашей жизни. Как я уже сказал, это был очень особенный день в жизни тех первых христиан, которые пережили первый День Пятидесятницы. Они испытали сошествие Духа, силы Духа Святого. Они увидели такие проявления, которые еще никто никогда не видел. Мы знаем, что Дух Святой сошел в силы, на последователей Иисуса Христа. И проявился в разных дарах. Как мы читаем, пишет апостол Павел, 1 Коринфянам 12, 4. Дары различны. Но Дух один и тот же. Мы знаем, что были языки. В то время была сила Слова, в тот день. Была сила исцеления. И все эти дары Господь даровал для Церкви, для созидания Церкви. Для спасения, для свидетельства. Для наставления. Для того, чтобы имя Господа нашего Иисуса Христа было превознесено. Здесь, на этой земле. Для того, чтобы многие могли узнать Спасителя. И Создателя, и Творца Вселенной. И я думаю, что вы знаете, что Господь каждого, каждого верующего. Каждого верующего Господь хочет наполнить своими дарами. Для вас это не секрет. Каждого. Не отдельных личностей, как это было во времена Ветхого Завета. Но каждого. Как Господь говорил, это через пророка Иои Игоря. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны. И юноши ваши будут видеть видения. Господь хочет каждого наполнить своими дарами. Чтобы каждый стал соработником Христу. Как об этом пишет апостол Павел, опять-таки же. Он говорит, что мы соработники у Христа. Мы соработники у Бога. И Господь сопоставляет труд, который Он проводит. Который мы являемся соработниками. С разными прообразами. С разными прообразами Он описывает, чтобы нам легче было понять. На нашем человеческом уровне. Что это значит быть соработниками у Христа. Мы знаем, что Он сопоставлял это с полем, с жатвой, с виноградником. С раздачей разных талантов и с использованием этих талантов. И вот сегодня хотел бы я порассуждать над одним из таких прообразов. Который Иисус Христос как бы открывает нам через буквально два-три слова. Матфей 9,12. Обратить внимание хотел бы ваше сегодня на этот прообраз. Итак, Матфей 9,12. Нездоровые имеют нужду во враче. Но больные. И этот прообраз — это больница. Вы наверняка неоднократно слышали, что церковь сопоставляется с больницей. Можно так сказать, на основании вот этих слов. И сегодня хотелось бы порассуждать о том, какая должна быть эта больница. Какая должна быть церковь, в которой придет, приведет сам Бог людей. Приведет Дух Святой, чтобы они увидели Иисуса Христа, чтобы они увидели Бога. И каждый из нас. Каждый. Обратите внимание. Каждый. Не только некоторые личности, но каждый. Из тех, кто уже сейчас в теле церкви. Является частью этой больницы. Хочу сделать ударение на слово «больной» или «больные», как сказал Иисус. Некоторые люди, особенно на русском, могут использовать это слово в негативном понимании. Как бы называть кого-то больным. Как унизительное слово. Но мы видим, что Иисус так не делает. Он просто вложил в это прообраз состояние человека. Это состояние человека, который заражен. Который заражен грехом. Который живет во власти греха. Итак, какая должна быть церковь? Какая должна быть больница? Больница должна быть гостеприимна. Можете ли вы себе представить такую больницу? Где при входе говорят. Зачем ты сюда приперся? Зачем ты сюда пришел? Что тебе здесь надо? Я думаю, что результата у такой больницы будет очень-очень мало. Потому что, зайдя в такую больницу, сразу захочется из нее выйти. И, можно сказать, больше никогда не заходить в нее. Но каждый, пришедший в больницу, он должен почувствовать, что его здесь рады видеть. Что его здесь ждут. Что его здесь хотят видеть, и ему хотят помочь. И независимо от того, как он сегодня выглядит. Можете ли вы представить себе такой медперсонал или врачей, которые, ну, представьте себя просто, представьте себя в больнице. Можете ли вы представить себе таких врачей, такой медперсонал, который, можно сказать, упрекают больного. Или они с сарказмом выражаются о его состоянии, или с издевками говорят. Представьте такого врача, который с унижением говорит. Со своим пациентом. Ты сам виноват. По идее, он сам виноват. Так оно и есть. Ты заслужил то, что ты сейчас имеешь. Ты посеял, а теперь пожинаешь плоды своего труда, так сказать. Или же вот такие слова. Да, состояние у тебя тяжелое. Однозначно, ты заражен чем-то. Твое состояние плачевное. Твое состояние может быть даже смертельное. И очень больно тебя видеть в таком состоянии. Очень больно. Чем я могу тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? Что у тебя болит? Я думаю, что у врачей будут разные результаты, в зависимости от их подхода. Врачу, который здоров, так сказать. Очень легко осудить больного пациента. Но это не поможет больному вылечиться. А вот расспросить, что случилось. Узнать причину нынешнего состояния. Это уже путь к тому, чтобы больной хоть попытается понять. Может быть, направиться в сторону понимания. О том, что с ним произошло. И сможет, может быть, сможет принять какие-то меры, чтобы это не повторять. И это уже, можно сказать, большая часть лечения. Ты отошел от Бога. И это привело тебя в такое состояние. Ты жил в миру, где царствует зло, насилие, ненависть. Поэтому тебе так тяжело. Тебе, можно сказать, с рождения привывали ценности этого мира. Власть, деньги. Но когда ты сегодня это все потерял, ты впал в такое состояние, плачевное состояние. Тяжело представить себе такого врача, который, не расспросив, не поговорив с больным, ставит свой диагноз. Мы знаем, что Иисусу однозначно это не нужно было. Потому что Он насквозь видел человека. Он насквозь видел мысли и читал, что внутри находится. Он видел, кто к нему приходит с нуждой, а кто к нему приходит с лукавством. Он мог видеть, кто к нему приходит с нуждой, или кто к нему приходит с хипокрисой. Однако, каждый из нас смотрит на кого-то, на человека, на грешника. Может быть, слышит что-то о грешнике. И у нас подсознательно создаётся своё мнение. И мы пытаемся поставить свой диагноз. У медиков есть такое интересное понятие. У них есть такое понятие, как признаки и симптомы. Иногда люди думают, что это одно и то же. Но есть очень кардинальная разница между ними. Признаки — это то, что видно. То есть то, что доктор видит, вот передо мной сидит больной человек, потому что у него видно, что он больной. А симптомы — это то, что человек внутри чувствует. И доктор не может знать, какие симптомы, потому что он ещё ничего не спросил. И доктор, взяв об эту совокупность, в совокупность этой информации, с симптомами и признаками, пытается поставить свой диагноз. И ещё, может быть, даже этого будет недостаточно. И ещё, может быть, даже нужно будет потом провести какие-то тесты, чтобы точно понять ситуацию. И мы прекрасно знаем, что есть такой замечательный дар Духа Святого, который называется Слово Знания. 1 Коринфянам 12, 8. В этом пишет апостол Павел. Одному даётся Духом Слово Мудрости, другому Слово Знания тем же Духом. Когда Дух Святой открывает какое-то знание о человеке. Я уверен, что Дух Святой даёт знание для того, чтобы привести человека к спасению, грешника к спасению. А не для того, чтобы убивать его камнями. И мы прекрасно видим, как Иисус продемонстрировал это. Когда Он разговаривал с самарянкой, которую Он не знал, Он встретил её, может быть, подозреваю, о первый раз в своей жизни. Иоанн 4, 17-18. И Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что нет у тебя мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». И так далее. Это Слово Знания привело самарянку в раскаяние. И она, можно сказать, засвидетельствовала об Иисусе всей своей деревне. Мы видим, как Иисус нёс это и не только словами, а прежде всего своими делами. Потому что могут ли слова того же медперсонала о любви, о заботе к своим пациентам вылечить больного? Врач может очень много сказать о своих положительных чувствах к пациенту. Но пациенту от этого не станет лучше. Точно так же можно много говорить о любви к грешнику. Но от этих слов грешнику не становится ни жарко, ни холодно. Можно точно так же выборочно являть любовь. Ну, может быть, тем, кто симпатизирует больше. Может быть, тем, кто более тихий, спокойный, смирённый. Но это всё равно, что врачи будут помогать больше тем, кто менее больной, кто легче больной. А тяжело больных будут игнорировать. Но как раз нужно наоборот. Более тяжёлым нужно более внимания уделять. Иисус сказал, нездоровые имеют нужду во враче. Но больные. Можете ли вы представить себе такую больницу, по которой ходит больной? Ходит, ходит, даже не понимая, зачем ходит. Потерян, так сказать, в этом мире. Медперсонал просто проходит мимо. Вроде как не замечает, игнорирует. Честно говоря, тяжело представить такую больницу. всегда есть опасность. Всегда есть опасность то, что новый больной может заразить тех, кто уже в больнице. Мы это знаем даже сейчас, находясь в такое время. И в больницах вы знаете, что они делают? они изолируют больных. Изолируют, чтобы они не могли заразить других. Совершенно правильно. И интересно, что когда медперсонал работает с такими больными, они надевают специальную защитную одежду. Специальную защитную одежду. Это сейчас слово очень популярно в наше время. И при общении, при входе в общение с этим больным они защищены. Но представьте себе пробуждение. Представьте себе, много придет народу. И каждый из них принесет что-то из этого мира. Вирус, можно так сказать, бактерии какие-то, духовные, конечно. свой мирской опыт, свои привычки, свои грехи. Этот мир. И поэтому каждому в церкви, в теле Христа нужна специальная защитная одежда. Специальная защитная одежда нужна каждому. И мы ее знаем. Об этом говорит нам Писание. Это называется все оружие Божье. Ефесянам 6, 13-17. Для сего примите все оружие Божье. Станьте, припоясав чресло ваше истинною. Повторю, встаньте, припоясав чресло ваше истинною. и облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божье. Нам всем необходимо облечься во все оружие. для того, чтобы противостоять тому, что в этом мире. Противостоять тому, что может прийти в тело церкви из этого мира. Но мы всегда должны помнить, что наше сражение не против человека, который что-то может принести. наше сражение против духа зла, против духа этого мира. И если мы правильно носим на себе это обмундирование, эту защитную одежду, нам не нужно бояться, что мы заразимся. Сегодня каждый призывается быть медперсоналом. Призывается повышенность, совершая, так сказать, свою квалификацию, чтобы, когда будут приходить из этого мира, каждый мог бы ему чем-то помочь. И каждый на своем уровне. Может быть, просто направить, направить в сторону истины, подсказать правильный путь, указать на Христа и не просто словами, но прежде всего своими делами, своей жизнью. Нам нужно быть готовыми принимать грешниками, такие, какие они придут. Однозначно осуждая грех и зло, однозначно. но не их за их греховную жизнь. Их нужно спасать. И нам нужно иметь твердое основание. Нам нужно иметь плотную одежду предохраняющую и одевать ее правильно, если так можно выразиться. Все оружие Божие должно быть на нас постоянно. Но давайте посмотрим с другой стороны. Можно ли кого-нибудь заставить лечиться? Можно ли кого-нибудь заставить принять то лечение, которое прописал доктор? Я думаю, что нет. Я думаю, что заставить лечиться никто никого не может. Но и сам Иисус не заставлял. Но Он также не просто провозглашал истины. Он общался. Он беседовал. Он проводил время с грешниками. Его даже назвали другом грешников. Точно так же делали его последователи. Из своего личного опыта с врачами интересно увидишь разных врачей. Есть врачи из личного опыта. И был такой врач. Он поставил свой диагноз. Выписал лекарство. Он сделал свое дело. Он ты понял, ты не понял, ты согласен, ты не согласен. Он свое дело сделал. он не может тебя заставить пройти этот курс лечения. Он свое дело сделал. А есть другой врач, опять-таки из личного опыта, который понял, что ты что-то недопонимаешь. Ты, может быть, не совсем согласен. Он объяснит еще раз. Он снизойдет на твой недокторский уровень, на уровень простого человека, который не знает медицинских знаков, никаких слов. Он объяснит тебе последствия того, что ты будешь принимать лекарства, и последствия того, что если ты не будешь принимать лекарства, он объяснит еще раз, как оно действует. И более того, он назначит еще раз встречу с тобой через две недели, чтобы посмотреть, как оно действует. И по такому врачу видно, что он не просто работает, он мог бы просто сказать и все. заботится. Он не просто работает. Он действительно заботится. Сегодня каждый из нас призывается быть медперсоналом. Каждый из нас призывается внести свою лепту в больницу, чтобы те, которых приведет сюда Господь, чтобы они захотели остаться, чтобы они увидели, что здесь их ждут, что им здесь хотят помочь, независимо от того, как они сегодня выглядят. Вот такой Господь хочет видеть свою церковь, чтобы явить себя через тело своей церкви, через своих соработников, через соработников Христа, через сотрудников больницы, которые направляют всех труждающихся, всех обремененных к главному врачу, к Спасителю, чтобы никто из нас не был преградами к Спасителю. Матфей 11, 28, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные», сказал Иисус, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Каждый сегодня призывается стать сотрудником. Соработником, который будет направлять в сторону Господа, в сторону того, кто действительно лечит. я благословляю вас, дорогие братья и сестры. Желаю вам изобилия благословений и возрастать в медицинской профессии, конечно же, духовной. Аминь. технику, в